На праздник пришли не только председатели-активисты правкомов, но и ветераны профсоюзной организации. Юбилей отраслевого союза атомщиков – это повод оглянуться назад и оценить накопленный опыт. Его история тесно связана с историей не только научно-исследовательского института, но и страны в целом. История профсоюза атомщиков богата и уникальна. Как уникальна сама отрасль, как уникальна продукция, которую задают работающие в ней люди. Руководители ядерного центра отметили, что именно люди – главная ценность предприятия. И на всех этапах развития института профсоюзная организация всегда отстаивала права сотрудников в самые сложные и переломные времена. Профсоюзы прошли испытания экономического кризиса, реформирования отрасли, изменений законодательства и доказали важность своей работы. Нам удалось сохранить отрасль, сохранить ее кадры, сохранить технологии. Вот такие жесткие требования со стороны профсоюзной организации помогли руководителям предприятия, руководителям отрасли выжить в это непростое время. Сотрудники ядерного центра, наблюдая за работой правкомов, ежегодно пополняют ряды профессионального союза атомщиков. Уже 74% работников стали активными участниками правкомов различных подразделений ядерного центра. И мы должны сделать все возможное, чтобы каждый сотрудник нашего коллектива нашел свое место, имел возможность раскрыть свои таланты и эффективно работать с верой в сегодняшний и завтрашний день. На торжественном вечере отметили заслуги ветеранов правкомы, наградили их благодарственными письмами и памятными подарками. Праздник продолжили гости из Нижнего Новгорода. Майя Балашова и стайл-квартет, который исполнили для зрителей хиты советских лет и русские народные песни. Елена Грицкова, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров, 24.